История Хануки уходит в далекое прошлое, во второй век до нашей эры, когда еврейский народ одержал победу над сирийским царем. По преданию, после изгнания захватчиков, евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм Иерусалима. В день его освящения следовало зажечь главный светильник, но масла было достаточно лишь для поддержания огня в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотом светильнике горел целых восемь дней. Это позволило приготовить новое масло и осветить храм. В память об этом иудеи восемь дней празднуют Хануку и зажигают свечи. Уже можно считать это доброй традицией, потому что мы зажигаем Хануку на площади партизан уже в третий раз, встречаем Хануку и зажигаем ханукальный светильник. Главный ханукальный светильник в Брянске зажгли раввин Минахим Мендел Заклас и председатель еврейской общины Лев Ленков. По традиции сначала зажигается свеча Шамаш, а потом от ее огня слева направо основные свечи. Причем каждый день праздника принято зажигать на одну свечу больше. В первый день одну, во второй две и так до восьми. Ровно столько дней продлится празднование. Я очень рада, что так свободно можно прийти и отметить столь веселый праздник. Я два года подряд отмечала Хануку в Израиле. Веселье, торжество, радость. И сейчас я испытываю то же самое и здесь. Гордость за свой народ. День, конечно, очень радостный. Мне здесь очень хорошо и весело. Мне очень понравилось. Под веселую музыку гости праздника танцевали и наслаждались традиционным ханукальным угощением сладкими пончиками. Кристина Притхилау, Максим Кузнецов. События Брянск.